всем привет друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут репникова олеся и это видео из москвы здравствуйте я приехала в москву вчера вечером и я одна короче я уже была в питере я сделала влог выложила уже про переезд как я уехала из новосибирска даже так непривычно и в общем просто хочу рассказать кое-что потому что у меня есть свободное время сейчас час и я решила сделать видео для вас расскажите как у вас дела ну что у меня очень много чего нового изменилось например появилась собака я пока еще не делала видео про нее но она есть у меня в шорт и можете зайти посмотреть я много лет мечтала о собаке с детства и наконец-таки я приобрела себе собаку просто супер дорогой породы но я приобрела очень выгодно и случайно короче это прям судьба судьба я потом расскажу подробнее но сейчас эта собака осталась в питере потому что я планировала приехать с ней в москву я в москве на несколько дней но я оставил ее в питере потому что на сапсане не было почему-то мест с питомцами вот и соответственно я никак не могла ее привезти обратно да и сапсан вообще стою по 70 тысяч в столетии но такое цены постоянно меняются вот туда я сюда приехала за четыре с половиной а обратно он показывал 70 поэтому только купе ночью а с собакой ехать в купе я не представляю как она пока от стресса не ходит на пеленку и как с ней ходить в поезде короче я нашла быстро передержку и оставила там вот и послезавтра я возвращаюсь и забираю собаку зовут элеонора порода левредка что еще рассказать у меня появился микрофон петличка представляете но сейчас я не могу его использовать потому что у меня нет ее из беззарядки но мне многие писали олесе ты блогер микрофон кстати обратите внимание не ты проститутка ты шлюха фу как вы так говорите шлюха это вообще что он вздевательство какие-то но еще писали мне про то что ты блогер то есть оказывается ну у половины людей я в сознании ассоциируюсь с блогером вот сейчас сама только это поняла получается не только экс-проститутка странная девчонка сумасшедшая и так далее но еще и блогер потому что мне писали претензии олесе где у тебя штатив где микрофон купи микрофон невозможно слушать ты же блогер ты снимаешь вот я купила и обязательно скоро начну его использовать я надеюсь что он хороший что еще рассказать я сейчас остановилась квартире съемной это двухуровневая квартира если кому интересно впервые ничевала там знаете типа ну сейчас покажу вон и там типа невозможно встать в полный рост такой это был впервые такой опыт в жизни у меня чтобы я начал в таком месте вот мне писали по поводу того что а еще мне писали в плане контента что олеся ты не монтируешь ты же снимаешь видео почему ты не пользуешься монтажом так вот влог который я сделала ребята я его смонтировала я наложила туда музыку я даже сделала превью и что происходит что происходит комментариев меньше чем у других видео которые сняты на отвали грубо говоря где я говорю больше какой могу сделать вывод можно не стараться потому что активность выше на тех видео которые а когда стараешься когда делаешь то что вы хотите то вот это такая вот реакция я не знаю почему но да стоит признать что там большинство комментариев положительные в основном только этого факта что положить людей которые положительно реагируют на меня и готовы делиться своей положительной реакции их очень мало давайте исправим это не серьезно я старалась я бы представляете я несколько дней снимала контент а потом еще вы монтировала когда летела в самолете я реально на это потратила на монтаж я потратила ну час-два типа того так что можно просто благодарите перейдите в раздел влог ой видео которое называется влог переезд и хотя бы сердечки поставьте я просто хочу увидеть цифру комментариев больше серьезно так что еще рассказать ну настроение в принципе знаете с одной стороны хорошее с другой стороны запарное но запарное это уже я могу на это не реагировать просто я должна была сейчас приехать в москву и уже с деньгами с продажи квартиры чтобы найти красиво искать квартиру здесь покупать и соответственно переезжают но ситуация случается подругу случилось по-другому вот и после сейчас послезавтра я должна снова вернуться в питер и я честно говоря вообще не знаю продастся квартира не продастся самое интересное если кто не знает почему мне так надо в москву приехать потому что я буду делать прикус видите все заметили на ютубе с самого начала как я начала его вести я это делаю не специально у меня это ну почти с детства началось когда была там до школы этого не было потом на фотках то можно увидеть у меня стала появляться такая штука я не специально это делаю это называется как это прям даже у этого есть диагноз это связано с тем что когда человек рождается у него короче прикус челюсть она назад а когда человек вырастает то она должна выйти вперед а у меня нижняя челюсть она не вышла вперед и из-за этого такой дисбаланс что происходит каждый раз напряжение мышц если я от видите я даже говорю прикрывая рот и у меня это автоматически происходит я не могу это контролировать это просто потому что у меня вот передняя челюсть она в правильном положении а нижняя челюсть она не вышла вперед это тяжело исправляется и собственно эта причина была по которой я обратилась к зубным специалистам так и мне сказали что мне надо обратиться к такому узкому врачу я забыла как он называется не помню вообще не помню это не ортодонт нет там другое именно по вот такому положению и у меня когда на осмотре смотрели они сказали что у вас неправильно еще положение зубов то есть не только сам прикус а еще короче одна половина как бы челюсть не челюсть это получается зубов а то есть одна сторона у меня абсолютно ровная ровно это означает что вот эти вот видите разъемы стыки между зубами они должны совпадать с стыками на нижней челюсти верхние стыки должны совпадать с нижней то есть они прямо так вот полосочками должны а у меня вот видно даже что они не идут и короче ну не совпадают то есть должны вот так так а у меня вот так я никогда на это не обращала внимание что в детстве носила я пластинку на верхнюю челюсть поэтому кажется что у меня зубы ровные видите но нижней нет что я не улыбаюсь так это меня был открыт рот поэтому всегда и стоматологи обращали внимание да все окей а вот из того что я обратила внимание на этот штук у меня у меня был прям ну короче я немножечко комплексовала начала комплексовать из-за этой штуки мышечного напряжения с подросткового возраста типа я считаю что я из этого очень некрасивая вот и поэтому обнаружили что еще и стыки не совпадают и у меня с одной стороны они ровные вот так а с другой стороны они вообще вот так вот поехали и у меня прям фотка есть два года назад делала в когда в Цаиланде делала очистку они мне сфотね зубы и они не сказали не я не заметила что зубы вообще поехали у меня нижние зубы а не у так вот просто ты 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 они неровно они вообще вот так вот там с одной стороны вот и поэтому мне будут исправлять это все и сказали что может быть вот это вот мышечное напряжение связано с как раз таки тем что зубы неровно стоят может быть из-за этого уйдет правильный прикус станет в общем мне исследование прикуса делали челюстно-лицевого сустава и у меня эти начало шелкать челюсти короче если запустить это могут начаться более они у меня стали появляться редко но есть еще когда я ем то некоторые люди могут слышать как я ну прям жую то у меня хрустит вот когда что-то разжевываю раньше такого не было вот и в общем не будут исправлять это все с брекетами я взяла элайнеры элайнеры это брекеты которые с внутренней стороны ставятся то есть их снаружи никто не видит они только внутри то есть я их могу только языком ощущать вот мне поставят элайнеры минимальное лечение год но врач сказал скорее всего больше получится но не более трех лет вот и потом не еще до конца жизни носить на ночь каждый день капу вот потому что когда снимут брекеты если я не буду носить капу то все обратно может поехать выставляете какая жесть вот еще лечение ну простое мысль там конечно же это не сто тысяч не двести это намного больше вот и в общем вот такое мне предстоит лечение в москве и ходить в клинику мне нужно не реже раза в двух не реже чем один раз два месяца вот что подкручивать постоянно чтобы врач наблюдал что надо там еще если челюсть будет моя короче не будет поддаваться только воздействию брекетов и лайнеров то им нужно будет проводить еще какие-то манипуляции какие-то там вообще может быть короче сверли в эти десны что-то в общем лучше не очень приятно я не помню как это называется ну короче как мини такие болтики как да не очень вот а я более вообще не не могу переносить более я у меня сразу же на несколько дней я выпадаю из жизни температура явно вообще не могу переносить боль это начало как раз таки после того как у меня выявили диагноз психиатрии кстати со вчерашнего дня я начала пить меньше антидепрессантов потому что врач психиатр сказала ты здоровый все снижаем убираем все таблетки и препараты которые принимала я это противоэллиптическое и ой противоэпилепсии короче такое не знаю зачем мне нету эпилепсии но ок это как-то тоже влияет на нервную систему и прямо в моем случае это было важно и антидепрессанты пила и поэтому сейчас снижаем антидепрессанты я не первый раз принимаю первый раз принимала 20 и 21 года и у меня было такое что я принимала 1 таблетку утром и как-то раз я не заметила что у меня закончились антидепрессанты они в основном короче под заказ были и всегда нужно было ждать несколько дней и вот я короче сработала синдром отмены я прям почувствовала на себе не знаю как описать это состояние но это прям было типа жесть дайте мне просто обратно эту таблетку типа знаете я пью 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 потом два дня не пила потому что ждала когда придут таблетки я прям очень хреново себя чувствовала а у короче это если резко бросить прием этих препаратов поэтому их нужно отменять постепенно и вот со вчерашнего дня я начала принимать пол таблетки и соответственно через восемь уже дней я не буду их пить вообще вот вернусь еще раз к этим и лайнерам к зубам собственно из-за этой причины то что мне нужно ходить в клинику в москве каждые два месяца то я не могу ну типа если бы я жила в новосибирске так вот летать а я еще в любительницу бизнес-класса это тратить ну иногда даже каждый месяц то в общем это очень много денег тратить я такая думаю решила что куплю квартиру в москве и буду жить в москве эти помнить квартира в питере такая а я ее продам и куплю в москве вот такой план и поэтому сейчас и занимаюсь этим если кому-то интересно почему я делаю и лайнеры в москве блин это видео какое-то про и лайнер и про мою приз ну короче ладно расскажу я же приехала когда начала работать проституткой я тогда приехала в москву и я думала что я останусь в москве все я сказал всем я переезжаю в москву пока пока вот и соответственно я начала искать где мне делать зубы в москве и когда я еще думала что буду жить в москве я уже ходила в клинику они мне уже сделали все слепки я уже сходила платила заказ и лайнеров они изготавливаются в германии ждать несколько месяцев вот а потом я случайно уехала я не планировала а заказ-то уже оплачен все я в клинике уже договора подписала уже все в общем есть я такая зачем мне париться искать другую клинику когда эту клинику мне посоветовал прям мой специалист по моему вопросу новосибирском казалось это больше москве это просто супер клиника это супер врач иди туда вот зачем им потом еще искать других городах тем более мой случай это очень ну короче не типичные не стандартные я не знаю конечно мне очень хотелось бы чтобы эта штука убралась мы даже думали может быть нужно вкалывать ботокс мне еще знаете не нравится вот это вот что за вот такая грустная мина какая-то вот почему а можно как-то это вот так приподнять а то я говорю я как бульдог какой-то реально вот это но это ладно еще могу понять это носогубная складка стала появляться с возрастом еще я сделала губы я губы короче когда они приподнимаются то вот эта складка больше видно ну ладно с этим не спорю но вот это вот чего что за треугольник на хрен такой реально бульдог можно вот так а если приподнять то будет морщины здесь поэтому еще надо уже раз и делать это относительно стягивать я что же хочу быть красивой родилась чтобы быть красивой а зачем жить если ты некрасивая это как бы жить и не стремиться ни к чему не если ужить что можно как бонус иметь красоту и вот я стараюсь для этого так то еще сказать я кстати даже для этой когда начала делать это все то я такая подумала говорю врачам слушайте а если у меня рот открыт потому что у меня нос не дышит они говорят а ну типа вас перегородка вы имеете ввиду неправильные и воздух них ну не полностью поступает из-за этого вы приучили если у вас рефлекс дышать ртом я говорю ну да если я сделаю правильный прикус и зубы правильно а потом узнаю что оказывается нос не дышит у меня рот снова начал открываться и снова эта фигня стала и они говорят ну вы сходите к лору проверьте лор говорит да у вас неправильная перегородка я даже сделала операцию на эту перегородку септопластика называется это внешне никак не видно изменения это внутри перегородку там как-то херачит мне даже видео есть как не делали это жестко смотрится за меня как будто вы хрящи какие-то доставали вообще я как помню ой жесть под общим наркозом делали метки еще ногти были длинные а на операции под общим наркозом они такую штуку надевают чтобы пульс контролировать а у меня ногти вот такие они говорят что делать это все на операционном столе у меня паника начинается они говорят ну давайте на пальцах у вас на ногах ненарочные ногти я говорю нет они надели на пальцах домой капец все сдохну не проснуй никто же не не контролирует пульс на пальцах ног это все было на операционном столе ну через через минуту я уже отрубилась и выжила как видите но знаете что нос стал дышать хуже у меня еще там было такое диагноз турбмукозная какая-то пластика субмукозная турбинопластика я не знаю это диагноз или уже самой сама операция так называлась ну короче это второе что мне еще проблема какая была запомните субмукозная турбинопластика капец я до сих пор помню и я такая сделает операцию потом через полгода я переехала в питер у меня короче начал закладывать нос общем я заболела пошла к лору и он такое делать осмотр общий у вас искривлена перегородка и вас вот это вот субмукозная штука я тогда смысле говорю я полгода назад делала операцию дорогую себе на это исправление перегородки септопластику он говорит да но у вас она не ровная а мне еще короче мне врач по коленкам у меня с детства проблемы с коленями у меня был порван мениск в общем я по этим травматологом или кто там колени не занимается тоже ходила и в питере нашла одного врача к которому я ходила несколько раз он классный вот и я ему рассказала то что буду делать эту операцию он говорит да а вот врачей не хотим делать эту операцию я такая почему он говорит я говорю такая вообще эта операция же даже говорят что и сон улучшается потому что когда нос начинает дышать на сто процентов каждая на зря то и работа головного мозга улучшается и сон улучшается короче жизнь вообще налаживается город также говорят врачи он говорит ну говорят то так но вообще операции хреновые типа я бы не стала делать вот я только думаю странная операция вообще звучит как супер улучшение качества жизни даже потому что ну сами понимаете когда кислород поступает на 100 из 100 а если он до этого поступал на 50 процентов то вот этот о2 в голове в крови в крови все ты может быть у тебя многие болезни были связаны с этим еще плохой сон если из-за этого был а плохой сон это вообще просто иммунитет снижается короче и все болезни я думаю класс я сделаю операцию все будет лучше сделала и как вы видите мне потом через полгода лор говорит другое у вас неровная перегородка и я реально проверила у меня один нос стал хуже дышать и у меня вы знаете вот этот отхаркивание то есть носоглотки у меня постоянно что то есть и я видео когда делаю для вас я постоянно так делаю потому что я говорю я не знаю вот тут слизь она то в рот и заходит и сейчас харкать я буду то в нос я сейчас у меня это из носа полетит а потом после того как мне лор сказал он говорит ну это в россии климат такой вот вам поехать туда вот в азию поехать в таиланд например и у вас это все пройдет то что там влажность там тепло там не сухой воздух и получается что через полгода я лечу в таиланд и я живу там почти два года до полтора знаете что я очень надеюсь что ни у кого не будет таких историй которые у меня произошли не говорят ну а это все потому что это вот когда у вас это пройдет все исправится сюда плачку сделала нихрена не исправилась лор говорит в таиланд будешь жить все исправится ничего не изменилось в таиланде то же самое было у меня отхаркивание было знаете уже под конец жизни в таиланде когда прошло полтора года я заметила что-то как-то легче дышать стал и вроде бы не каждое утро я отхаркиваюсь ну вот в общем вот так я потратила и здоровья а считается что полный наркоз отнимает пять лет жизни не знаю так или нет ну в общем наркоз полный это не конфетка хотя конфетка тоже плохо это не водичка это не спа это не медитация это очень серьезного здесь на организм когда насильственно отключают весь организм и это вообще очень хреново для здоровья я вот это сделала пошла на такие жертвы отдала день денег много отдала еще потом время свое отдала потому что потом восстанавливаться я же как восстанавливаюсь я восстанавливаюсь хуже чем любой другой человек у меня там жизнь в эти дни восстановления просто она отсутствует и вот это все привело к тому что у меня стало хуже чем было до но в любом случае теперь я знаю что я сделаю все что от меня зависело что не знаю все что от меня зависело чтобы стало лучше я сделала себя только хуже короче история неудачная неудачная не знаю сделайте выводы сами я это все прожила я с этим живу вот поэтому начала я с этих зубов короче в москве ищу квартиру но квартиру еще не могу искать потому что моя квартира в питере не продалась знаете там вроде бы покупатели хотели брать по за наличку это всегда самая простая сделка она быстро происходит а потом в последний момент они такие решили что за это по ипотеке а сейчас короче ипотека стала сложнее после того как началось свое стало сложнее когда санкции пошли и потом мы из-за этого чего из-за теракта тоже почему-то стало сложнее хотя как теракт может повлиять на это все но в общем долго все эти какие-то системы виснут онлайн долго все документы выдаются и поэтому и сделка еще не получается квартиры не продано внесли аванс от авансом там маленький аванс вообще аванс могут отказаться и типа и все ну покупатели могут отказаться что деньги мне никто еще на счет не перевел одни нигде не заморожены в банке ни в какой ячейке их нету и мы ждем мы сейчас не продаем эту квартиру типа мы сняли объявление потому что покупатели внесли аванс но они могут потом сказать в день сделать типа а мы передумали мы нашли другую квартиру тоже могут так сделать и потом тогда нужно будет еще раз продавать и в общем я не знаю но завтра я иду по своим зубам потом не сказали прийти по зубам уже в мае и июне то есть в апреле я могу быть спокойно поэтому где будет олесе через две-три недели никто не знает олесе тоже не знаю у меня появилась собака так а я уже пойду потому что у меня сегодня гулянки встречи вот спасибо всем за просмотр я надеюсь что вы скучали по моим таким глупым домашним видео все пока пока я буду смотреть на количество комментариев чем больше комментариев тем больше не захочется прочитать я люблю вас я сделаю влог из из питера и москвы что скоро будет и вы знаете все пишите всякие мнения свои люблю их пока